Это главные культурные новости нашего региона на телеканале «Губернии 33». «Русский мир», «Новая волна» и «День рождения музея». Это и многое другое в новом выпуске программы «Культура». Меня зовут Игорь Киценко. Здравствуйте. С 13 по 15 сентября во Владимире Суздале впервые пройдет фестиваль «Русский мир». Владимирская земля – основа духовной нравственности и культуры. Мероприятия регулярно проводят в городе Сергеев Посад Московской области. В этом году организаторы Всемирный русский народный собор решили распространить опыт и на другие регионы. Подробнее о фестивале в нашем материале. Фестиваль посвящен памятной дате – 850-летию со времени переноса столицы Древней Руси из Киева во Владимир князем Андреем Боголюбским. Потому что именно он перенес сюда и Владимирскую икону и сам переехал, будучи уроженцем Суздале, но уже не остался в Киеве, переехал сюда во Владимир. И вы сами знаете, что с этого момента начинается строительство Великой России. Фестиваль начнется с богослужения в Успенском соборе, которое совершит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В программе научная конференция, встреча с молодежью, ярмарки народных умельцев, спортивные состязания по традиционным народным забавам. Торжественное открытие фестиваля пройдет в субботу 14 сентября в Суздале у стен Покровского монастыря. В последний день, 15 сентября, фестиваль снова переместится в областной центр. Здесь будет концерт в 12 часов на Соборной площади. И потом мы переходим на площадь у Академического драматического театра, и там будут спортивные состязания показательные. Завершится фестиваль в областном театре драмы постановкой «Святой князь Андрей Боголюбский». Начало в 16 часов. Вход свободный. Татьяна Гордева, Дмитрий Шаталов, Андрей Беляков, Губернии, 33. Певица и композитор Дария Крупаениди станет участницей «Новой волны». В полуфинал музыкального конкурса она попала благодаря кастингу, который проходил на фестивале «Таврида арт». Дария была одной из его участниц. Песню, которая в итоге покорила жюри, исполнительница выбрала в день выступления. Нужно обязательно обратить на себя внимание, зная, что ты один из тысячи, зная, что у членов комиссии неизбежно замыливается глаз, ухо. И я поняла, что мне нужна какая-то композиция, где я такой же могу сделать бум вначале. И я поняла, что это «I feel good», потому что я могу всех разбудить этим «Вау! I feel good». Ставка сработала, и Дария прошла отбор. Хотя этот успех она не называет большой победой. Десять лет назад певица уже участвовала в полуфинале «Новой волны», но пройти в следующий этап тогда не удалось. И теперь соревнование не будет лёгким, уверена она. Ведь на конкурс приезжают самые яркие профессиональные артисты страны. И для каждого главным будет победить. Я знаю, по крайней мере, от себя, что я буду идти до конца. Я теперь примерно понимаю, что нужно сделать. Я понимаю все свои ошибки, которые я сделала тогда. И у меня есть время, я буду работать на то, чтобы минимализировать все свои ошибки. Главное – выйти и разговаривать со зрителем, объясняет Дария. Даже если это знаменитые музыканты. Но это не значит, что к конкурсу не нужно готовиться. Впереди у певицы работа в студии и тщательный подбор репертуара. Конкурсанты исполняют три песни. Два хита – мировой и российский, а также собственную композицию. И от музыкантов ждут проявления своей творческой индивидуальности. Это приветствуется, что это будет какая-то своя интерпретация. В каком-то своём стиле, в какой-то своей версии, своём видении. И нужно добиться того, чтобы не потерять себя и не потерять хит. Полуфинал «Новой волны» состоится весной будущего года. Если Дарии удастся выйти в завершающую часть конкурса, то в августе её выступление увидит вся страна. Ирина Курочкина, Дмитрий Манапов, Губерния, 33. Владимирский камерный хор открыл новый музыкальный сезон. Вместе с ним на сцене Центра классической музыки впервые спела солистка из Ирлангена Йоханна Сандер. Она уже выступала с нашим камерным хором в Германии. Тогда и загорелась идея спеть во Владимире. На открытии нового сезона побывала моя коллега Оксана Любимова. Йоханна рассказывает, её отец часто бывал здесь в рамках партнёрских связей с Ирлангеном. Её мечта спеть в Центре классической музыки тоже сбылась благодаря давней дружбе городов-побратимов. Чтобы вместе исполнить реквием молодого владимирского композитора Артёма Семёнова, понадобилось всего несколько репетиций. Я уверена, что у нас были хорошие репетиции. С хором я знакома с декабря прошлого года. Я уже в Ирлангене была в восторге от этого ансамбля. Сейчас убедилась ещё и в том, что они очень гостеприимны. С утра до вечера я чувствую себя как дома. Обо мне заботиться. У себя на родине я такого не встречала. Этот концерт для меня уникален. Я думаю, что он будет хорошим. Собственно говоря, это очень интересно. Ведь общение между странами, оно должно быть. Тем более, что музыка – это не какая-то определенная... Ну, как сказать, не нужно обладать определенным знанием языка или жить в какой-то определенной стране, чтобы найти общий язык в исполнении сочинений. Вся программа концерта получилась премьерной. На открытии сезона исполнили новые произведения владимирских композиторов, в том числе концертмейстера камерного хора Дмитрия Фёдорова. Нам интересно исполнять разную музыку. Не только классическую, духовную или зарубежную классику, а также современную музыку ныне живущих авторов. То есть сегодня будет премьера? Да, двух сочинений. И третье сочинение – это «Приявший мир» Дмитрия Смирнова, петербургского композитора. Это концерт для хора и чтеца на стихи блока, который во Владимире не исполнялся ни разу. И, в принципе, в России такого цельного исполнения полного, ну, один-два варианта. В новом музыкальном сезоне Владимирский камерный хор обещает слушателям много премьер. Со сцены прозвучат и современные композиции, и знаменитые на весь мир произведения. Оксана Любимова, Егор Герасимов, «Губерния-33». По указу президента России Владимира Путина, актер Владимирского академического областного драматического театра Андрею Щербинину присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Как отметили в драме, Андрей Щербинин служит Владимирскому театру с 1983 года. За это время исполнил множество ролей, среди которых Артур Грей, «Алый паруса», «Питчем», «Трехгрошовая опера», «Полоний», «Гамлет», «Амелькар», «Господин, который платит». И одна из крайних блистательных ролей Андрея Юрьевича «Тевья Молочник», «Поминальная молитва». Поздравляем с заслуженным званием. Владимиро-Суздальский музей-заповедник отметил сразу два юбилея. 60-летие со дня основания и 165-летие со дня открытия первого музея во Владимире. На самом деле в этом году музею-заповеднику уже 61 год. Но предыдущее руководство пропустило праздник в 2018 году. Светлана Мельникова решила восстановить справедливость. Губернатор Владимир Сипягин вручил музею-заповеднику медаль за заслуги перед Владимирской областью и отметил уникальность музейных комплексов в СМЗ. Музей-заповедник включает в себя 65 памятников архитектуры, 45 экспозиций и 440 тысяч музейных экспонатов. Подарком к юбилею стала презентация нового логотипа и сайта музея. Их разработали сотрудники учреждения. Логотип старались сделать простым и понятным, но с акцентом, что музей – это окно в прошлое. На торжествах также присутствовала почетный президент музей-заповедника Алиса Аксенова. Она руководила учреждением 50 лет. Ее главное пожелание сотрудникам – любить свое дело. Именно это, несмотря на все трудности, помогает музею быть одним из лучших в стране. В воскресенье 15 сентября с 15.00 до 19.00 в Старых садах у Белого дома и ДТЮ пройдет твидовый пикник. Несмотря на прогноз погоды, организаторы намерены оставить все как есть, чтобы придать мероприятию поистине английское настроение. В программе мероприятия велопарад, крафтовые игры, английские бутерброды, конечно же, овсянка, книжный бар, джаз-бранч, лекция по винтажной моде, поэтическая сцена и много еще чего интересного. С программой мероприятия можно ознакомиться на странице Стрелецкая, 25, в социальной сети ВКонтакте. В музейном центре палаты до 27 ноября будет доступна экспозиция «Таблица и палитра». 50 произведений 20 владимирских художников, начиная с основоположников регионального живописного направления Юкина, Бритова, Кокурина до Изотова, Хомкова, Мышкина. Цвет и владимирская живопись понятия неразделимые. Смелости открытых ярких тонов, фактурная поверхность картин и экспрессивность красочного мазка стали особенностями живописной манеры владимирских мастеров. Выставка делает попытку раскрыть два секрета, объединенные в картине. Тайну таланта живописца и химические формулы, при помощи которых рождается цвет. На этом у меня все. Будьте в курсе самых интересных культурных событий вместе с телеканалом «Губерния-33». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин